Здравствуйте, мои милые девочки! Вновь рада вас видеть на моем канале. Вновь видео на айфон, но я слышала, что вам такой формат понравился. Сегодня проблемная кожа с акне, пост-акне, с аллергией. И смотрим, любуемся. Ваша кожа... Она просто какая-то обиженная. Сбрызгиваю фиксатором макияжа, мне так нравится. Макияж лучше держится, маленький нюанс особенностей. И теперь будем наносить тональный крем, но прежде в вазу. Вазу в данном случае я буду наносить мягкую, это мизон. Для того, чтобы не перегрузить кожу, и так достаточно покраснений. И мне нужно, чтобы тон ложился очень идеально. Конечно, если кожа комбинированная, если широкие поры, а у нас здесь широких пор нет, можно использовать затирку. Ну, в данном случае это не совсем нам нужно. Тональный лангком. Очень эта база нравится для такой проблемной кожи. Этой же кисточкой, в которой была у нас база, я наношу тон. Посмотрите, выбрала тон специально для кожи лица, немножко потемнее, потому что у нас шея очень-очень темная. А личико, наверное, не загорает, да, у вас? Он загорает хуже. И не надо, чтобы оно загорало. Правильно делаете. Тон визуально наносится сначала очень плотно, но это видимость такая, видимый эффект. Тем более, когда кожа светлая, мы делаем более темную. На самом деле, этот тон дает очень-очень тонкое покрытие, очень такое перекрывающее. И вы видите, что, в принципе, одним тоном я могу справиться с проблемами. Я очень часто делаю так, чтобы мой тон справлялся с несовершенствованной кожей, и мне не нужен был консилер или корректор. Более светлым я точечно высветлю центральную часть лица. В данном случае хайлайтер БЭКа. Идеально наносится кистью, а еще я люблю вот так вот втереть его пальцем, зашлифованная кожа в результате. Очень нежно, пирсиковая, румяна. Вверх, консилер под глазки. Такой слегка персиковый оттенок получается. Я смешала на Кап Форева два консилера, светлый и темный. Я пройду еще в тех местах, где мне не нужно усилить проблемки, вернее, убрать проблемки. Это я уже делаю плотным консилером от Мака Форева. Прямо такими точечными движениями. Прямо такими точечными движениями. Новая пудра от Промой Кап Лаб хорошо закрепит макияж. И буду работать кисточкой Шик Фор Промой Кап Лаб. Мы ее сделали для этого бренда. Посмотрите, какая пудра. Она прям вверх идет. Это очень хорошее качество пудры. Так пудра проверяется. И вбивающими движениями в центре лица в Т-зоне я соберу излишки жира и блеск. Этой же кистью я продолжу работать с контурной палеткой Smashbox. Буду в большей степени использовать вот этот цвет, но и набирать холодный, чтобы сделать качественное скульптурирование. Я совсем холодные цвета, не очень люблю. И чуть-чуть надо. Приходим к глазам. И работаем с интересным продуктом от NYX. Наношу на все подвижное вверх. Достаточно стойкий продукт. И очень красивый. На него хорошо выкладываются тени. Такая хорошая кремовая подложка. Под бровь. Светлый цвет из теней Dolce & Gabbana 140. У меня большой популярностью этой тени пользуется. Именно вот эта палитра. И на подвижное веко. Кисточка 13B. Из белочки. Очень хороша для нанесения таких мягких продуктов. Один из любимых цветов усталости. Ну и к нему кисточку похожа. Это кисточка из серии Pione Blush номер 3. Она дуофибра. Хорошо прорисовывает орбитальную линию. И консилер под глазами. Откройте глазки. И смотрите чуть-чуть ниже. Ага, вот так вот. Прорисовываем орбитальную линию. И опять возьмем тени Dolce & Gabbana. И растушуем. И углубим складочку. Уже более темный оттенок. Кисточка 21К. Ей идеально вычищать пространство под глазом. Но видите, она и в тушевке хороша. Единственное, она большеватая такая. И работать ей возможно, наверное, только светлыми оттенками вверх. И нижний ресничный край тоже подберем. И консилер закрепим тенями. Опять же вернемся к этому цвету. И прорисуем такой объемчик здесь. Растушуем в коже. Тени для бровей. Немножечко поднимем бровку. Тут. Такой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...